итак это мой второй влог потому что наш спрашивали там давайте что-нибудь неополитики давайте давайте и вот мы неополитики выходим покажем сейчас как проходит наш там ну вечер может быть даже выходные покажем куча парижан сидят кушают мы выходим из своего своего укромного местечко вы длине и и идем по улице на улице вы ничего такого нового интересного для себя не увидите более того друзья украинцы если вы хотите что-то увидеть то вы скоро увидите потому что я так понимаю что скоро все 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 ломанутся просто по безвизу в париж потому что все кого мы спрашивали когда-то в свое время куда вы хотите все говорили куда париж вообще чем вот как почему как почему почему я люблю париж я бы мог сказать как бы больше почему я не люблю париж и тут много чего можно перечислять начиная от того что он немножко темненький не темненький имею ввиду от лиц это новую кого кому надо то кому надо тот поймет из толерантности мы не будем уточнять вот грязненький да здесь толерантности причем он реально грязненький с собакой тяжело гулять светофоры сороковых годах как их сделали так они остались ну то есть по есть до тяжеловато потому что это как в ницце пока ты найдешь ужасающие какие-то места где лучше вообще не заходить или красный или вот мы обсуждали что есть очень много ресторанов где ты приходишь и тебе дают карту ты смотришь наедаешься а потом тебе приносит счет и как бы ну я считаю что это немного перебор это типа для блатных людей мы люди скромные и и скромные ну конечно вот это вот еще одна причина видите этих ребят они спят в принципе они никому не мешают если сказать по-честному да но они никому и не помогают потому что мы заходим мы заходим в метро и видим как стоит какой-то пацан и писает на плакате написано ольга пикассо это почти то же самое что саша спилберг и многие из вас конечно скажут да показывай нам лучше достопримечательности ребята достопримечательности здесь на каждом углу на каждом шагу этот это кстати очень круто мне это очень нравится и вот это вот основная вообще тема почему мне нравится этот город потому что ты в этом городу даже просто ходишь гуляешь и вокруг все сочится просто 16 14 12 11 и 18 веком было ладно ну пошли покажу сейчас вот лишь мусор валяется но она лишь на полу лишь видишь вот как по мне так этот блин мать его 11 век ну вы представляете франция франция да вы знаете как быстро вернее как долго сопротивлялась франция оккупации вот она чтит погибших она чтит сопротивление она празднует победу ну вы поняли намек да это известная всему миру сеном знаете вообще вот что мне нравится во франции что здесь едят речную рыбу потому что там в таких странах как голландия допустим речную рыбу не едят это для них съесть ну типа крысу съесть что нет ну да только мне только рассказал одну интересную историю о том что когда пожаришь рыбу снимаешь с нее кожицу и смотришь там такие белые-белые ниточки он говорит знаю что это это глисты и всю жизнь когда ты ела речную рыбу это были глисты и теперь это были глисты и теперь после этого я не могу даже так вот да французы едят речную рыбу но рыбу из сены я бы не ел это наше любимое место с ольгой и специально для тех кто для любителей путешествий для без визы любителей мы заснимем цены на отдельное блюдо на кофе йог в том числе ну короче раскрываем карты кофе йог 6 евро дабл кафе 7 евро 6 евро 8 евро 6 евро то ли где такую машину нары места надо знать под парижем короче есть место но потом расскажу не на камеру спасибо спасибо телочки тоже все заценивают я туда как наслаждаться насажу 5 штук ты прямолинейно это же был сарказм наконец-то я поела потому что я просто думала об этом последние шесть или восемь часов что вы кушаете у меня лосось с пастой здесь такой вкусный соус что я просто хотела бы узнать его рецепт потому что это просто божественно честно жлобски мы как-то себе ведем еду пустим дело не в этом чтобы люди не видели еду может быть люди как раз могут пойти приготовить такое же так как этот блок ни о чем то вот ни о чем продолжается мы уходим от нашего любимого ресторана и сейчас ночь да да не удивляйтесь сейчас на самом деле ночь уже начало одиннадцатого ну можно сказать конечно вечер но на самом деле эта ночь она похожа на белую ночь в этом тоже прелесть парижа я я очень люблю париж на самом деле наше знакомство с ним было не таким офигенно романтичным потому что у нас не было бабло и мы были вынуждены остановиться в гостинице у меня были мокрые носки мне были мокрые сапоги это был просто какой-то ужас а самое интересное было другое самое интересное было то что когда мы проснулись утром впервые в своей жизни у меня я не могла поднять ни руки не руки не ноги помнишь тебе рассказывала то есть это настолько было такое чувство слабости после всего вот этого вот что я просто короче ну это все лирически нет это лирическое отступление на то очень важно нашли какую-то бургерную и съели бурге по бургеру и на нас смотрели все черные потому что это был черный район это было черная бургерная и все люди смотрели но они понимали что мы не белые мы славяне скажем так напомнишь какая история что мы будем мы будем ночевать в баре нам не обязательно снимать гостиницу мы можем ночевать в баре мы смотреть будем смотреть типа там футбол чтобы возьмем два бокала пива это такой план такой у нас была такая идея что мы не будем на самом деле ночевать тратить деньги потому что мы можем прекрасно провести ночь в париже на следующий день выехать на все все продумано у нас было исключительно продумано пока пока мы не поняли что при карета превратилась тыкву это был как раз район по моему вокзала мэлроуз короче район вокзала и мы ходили начали захотеть в разные бары на нас все смотрят вот так ты чё больной типа а потом уже оказалось что это один из самых опасных районов и мы там пролазили полночи а потом когда пошел дождь мы нашли эту таракань в нору короче за 60 евро и просто я так спал чтобы я никогда я не помню чтобы я еще так хорошо спал в тот момент были какие-то разборки цыганские да и грохнули какого-то арабов но прошло время и вот мы идем белая ночь и и воля все в белом а это наша тусня идем мы идем и тогда мы давно к ней приобщились но я люблю это движение это башня известно конечно всем это башня известно конечно всем когда-то ее называли реально шрам на теле парижа вы знаете что эйфель тот самый эйфель построил еще одну шла шла буду в украине но это шла буду уже заржавела и есть это какая-то чуть ли не электростанции да но ее уже никто не ремонтирует и ей конец это я к чему это к тому что если бы в украине жил эйфель то так бы он и помер эйфелем никому не известно да к слову вы знаете что такое парижский ужас вы только что обсуждали о том что было бы интересно пообщаться с людьми чьи дедушки бабушки уехали в свое время во францию о том что это аристократы на самом деле понимаете они то что они аристократы бывали ли они в россии чем они сейчас занимаются чем занимались и где деды деды допустим до чухнув из россии свое время ниже массово таксистами стали а насколько надо себя поломать и будучи аристократом за которым подтирали задницу грубо говоря сесть за руль такси аристократа мы подумали что с чего на самом деле стоит аристократ и аристократия который и возносили вот так вот то что по крови человек может быть благородным а ведь появился человек не по крови провинциальный человек ведь бог послал иисуса именно через он послал его как провинциал уже послал как аристократ надо ну мы то тоже как бы и это тоже типа по крови аристократ да потому что потому что кто я но разве это делает из меня аристократа я же могу быть поконченным жлобом даже будучи дворянином хотя я полагаю что вот это вот вся моя гениальность друзья мои она как раз все-таки на несколько процентов состоит из того что предки мы были дворянами кстати сегодня пришла новость о том что вроде бы нашли ген ума а по существует она шли у меня я сегодня еще пришла один момент о том что человеческую в докторе жива до о том что человеческую природу как вот плохую какое-то плохое то что существует в человеке как его можно убрать погасить и там высказано мнение о том что на самом деле все надо бы делать силой и наказание там интересная мысль высказана как дело в диалоге говорится о том что нет на самом деле опыт человечества показывает то что как раз человек переступает и переходит вот это все плохое когда он усмиряет спокойствием и добром себя взять в руки духовно себя перенести они все действительно усмиряли какую-то свою плохое существо которое в них существует разве нет но полагаю что да полагаю что да вот к слову я всегда думаю об одном что надо иметь в голове чтобы построить впритык к эфиревой башне вот этот дом я помню на богдана хмельницкого да на богдана хмельницкого или как она называлась или на проспекте шевченко там такие дома влепили дерьмо да напротив оперы влепили такой дом его уже давно снес но сейчас плевать макрончик макрончик предвыборная агитация по любому тегов погуляв вечером мы обычно возвращаемся домой мы конечно не расскажем где мы живем и не покажем но это красивое место люблю все красивое